После снегопада первая техника вышла в 4 утра. Приступили к уборке 16 единиц техники. Позже подключились еще 9 машин. На сегодняшний день задействована техника на уборке улиц. Это, как я уже повторялся, 16 единиц. Они сформированы из двух звеньев. Нагрузка, конечно, на каждое звено большая. Одно звено из 6 единиц за рабочую смену должно пройти в рабочем режиме, убрать 84 километра. Второе звено, звено номер 2 из 5 единиц, убирает 75 километров. Звенья состоят из подметально-уборочных машин, пескоразбрасывателей и коммунальных тракторов марки «Беларусь» со снеговыми отвалами и сощеточным оборудованием. Я прошу прощения у жителей города за временные трудности. На сегодняшний день после снегоуборки сформироваются на обочинах снеговые валы, которые затрудняют выход, заезд ко дворам. Но я подчеркиваю, что это временные трудности. В ближайшее время после очистки улиц мы начнем вывозку снеговых валов, снега на места складирования. В первую очередь убирают от снега главные улицы, проезды к социальным учреждениям и тротуары. Сориентироваться на обеспечение проезда к социально значимым объектам. Это детские сады, школы и так далее. И плюс, от этого нам не уйти. И я считаю, это благо. Ориентируемся на пожелания и жалобы жителей города престарелого возраста, которые не в состоянии отгребсти дорожку и так далее. Таких жалоб и пожеланий поступает много. Мы стараемся подойти к каждой жалобе индивидуально и стараемся эти вопросы закрывать оперативно, чтобы в дальнейшем наши жители не испытывали таких трудностей. А вот водители автотранспорта начали обращать внимание на образование колейности на дорогах. Олег Интиков обращает внимание, что максимально убрать ее возможно только на ровном покрытии. Там, где мы не можем убрать колейность, на участках дорог, где уже деформировано асфальтобетонное покрытие, и невозможно изъять этот накат, гололед, мы стараемся посыпать как можно чаще. Ну, это все-таки зависит не столько еще и от нас, а от состояния уличнодорожной сети, то есть асфальтобетонного покрытия. То есть еще на сегодняшний день не придумана ни одна техника, которая может удалять снеговой накат из колеи. Она может удалять только с ровной поверхности, но не из колеи. Но мы тоже стараемся, не сидим сложа руки. Пытаемся какие-то перепады температур с положительными температурами, там, или повышение температур, вычищать, выскребать это все дело. Ну, это вот такие участки, допустим, улица Островского, у нас на особом контроле. На эту улицу очень поступает много жалоб из-за колейности, из-за наката, которые невозможно удалить. Мы стараемся эти места почаще обрабатывать песко-соляной смесью. Одной из главных проблем остается уборка парковок. Пока автолюбители сетуют на валы снега, коммунальщики ищут способы почистить парковочные карманы. Ведь, чтобы это сделать качественно, они должны быть свободны. Работники предприятия часто встречаются с непониманием и нежеланием горожан убрать на время машины. Поэтому нередко приходится очистить снег, отодвигая его в сторону. Я как специалист, занимающийся уборкой, вам скажу, что невозможно с ювелирной точностью до миллиметра убрать, значит, доль машин, не повредив машины. То есть в любом случае техника, если будет вблизи соприкасаться с автомобилями, это влечет, значит, опасность повреждения автомобилей. То есть это материальный ущерб. И поэтому, чтобы более качественно очищать парковки, нужна свобода территории, где техника может работать свободно, с погрузкой в автомобили, с вывозкой и так далее. Но для этого нужно освобождать парковки от автомобилей. Также в городе убирают вручную пешеходные переходы и остановки. Занимаются этим 18 рабочих.